Кадеты и сотрудники Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации ежегодно принимают участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», одной из целей которой является сохранение исторической памяти о героизме минонационального советского народа, одержавшего победу в Великой Отечественной войне. К сожалению, в этом году мы не можем принять участие в шерстве «Бессмертного полка», но никто не помешает нам почтить память тех, кто добыл Великую Победу. Всем подразделениям Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации доложить о готовности к проведению вечерней поверки «Бессмертного полка». Город-герой Ленинград к проведению вечерней поверки «Бессмертного полка» готов! Город воинской славы Кронштадт к проведению вечерней поверки «Бессмертного полка» готов! Город-герой Севастополь. Вечерней поверки бессмертного полка. Готов. Товарищ полковник юстиции, Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации к проведению вечерней поверки бессмертного полка. Готов. Дестационная вечерней поверки бессмертного полка Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации. Приступить. Полковник Кизенков Николай Егорович. Я Кизенков Николай Егорович, полковник в отставке. Родился 27 октября 1922 года. 23 июня 1941 года, на второй день войны, я пошел добровольно в ряды Красной армии. Где прослужил я до сегодняшнего дня, 88 лет. Гвардии старший лейтенант Попов Георгий Федорович. Я старший лейтенант Попов Георгий Федорович, 1915 года рождения. В ходе тяжелых боев под городом Харьковом, во время Великой Отечественной войны, поднимая солдат в атаку, был тяжело ранен. Награжден посмертно, обидали за отвагу. Гвардии старший лейтенант Мягкий Харитон Степанович. Я старший лейтенант, командир артиллерийской батареи Мягкий Харитон Степанович, 1913 года рождения. В июне 1941 года добровольцем призван в ряды Красной армии. За оборону города Ленинград награжден педалью за отвагу. В июле 1942 года в ходе ожесточенных боев Сталинградской оборонительной операции был тяжело ранен и взят в плен. В 1945 году освобожден. Гвардии лейтенант Смирнов Виктор Петрович. Я лейтенант Смирнов Виктор Петрович, командир взвода дорожных машин 50-го отдельно-дорожно-строительного батальона. Родился 15 сентября 1912 года в рядах Красной армии с 14 июля 1941 года. Принимал участие в боях на северо-западном и украинском фронтах. Освобождал от немецко-фашистских захватчиков Берлин. Был ранен в 1943 году, награжден орденом Красной звезды. Гвардии сержант Гиль Николай Михайлович. Я, сержант Гиль Николай Михайлович, родился 14 февраля 1924 года. В 1942 году был призван в Красную армию и направлен в школу радиомастеров-связистов. После окончания школы направлен на фронт в отдельно-самоходно-артиллерийский полк резерва главного команды. Участвовал в свежско-петрозаводской наступательной операции советских войск Корейского фронта. Принимал участие в окружении и взятии Кенигсберга. За все время иным был дважды ранен. Награжден медалью за отвагу, за взятие Кенигсберга, за победу над Германией, за победу над Японией. Получил личную благодарность от Иосипа Виссарионовича Сталина. В гвардии младший сержант Григорьев Николай Матвеевич. Я младший сержант Григорьев Николай Матвеевич. Родился 4 октября 1927 года. Служил. Призывали меня в армию 14 ноября 1944 года. Я не участвовал в боях, но нас готовили. Нас готовили. Я был в действующей шарби, и поэтому... Гвардии лейтенант Соболев Николай Васильевич. Я лейтенант Соболев Николай Васильевич, 1917 года рождения. Когда началась Великая Отечественная война, я заканчивал службу в армии, после чего меня сразу призывали на фронт. Во время войны был контужен, попал в окружение, и долгое время с бойцами Красной Армии пробирался через болото к своим, за что был награден орденом Красной Звезды. Гвардии рядовой Бахарев Владимир Михайлович. Я, рядовой Бахарев Владимир Михайлович, 1910 года рождения. Во время Велика Отечественной войны служил в Карело-Финской СССР, 71-й стрелковой дивизии. 18 октября 1941 года, после полученных боюран, скончался в госпитале. Вечерняя поверка Бессмертного полка Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации завершена. Никто не забыт, ничто не забыто. Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации к участию во всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» в онлайн-режиме готов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова